Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Уникальный проект «Письма Победы атомных городов». Интервью с главным государственным санитарным врачом по городу Десногорску. Рейд по соблюдению мер профилактики заболеваемости в городе. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3120 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за три дня ноября составила более 150 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 54 миллиона. С начала года выработано более 17,5 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 1,4 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значением. 29 октября в Десногорске в торжественной обстановке были вручены дипломы и книги участникам уникального проекта «Письма победы атомных городов». Патриотический проект был реализован Фондом Ассоциации территорий расположения АЭС и концерном Росэнергоатом. Проект атомщики посвятили 75-летнему юбилею «Победы Великой Отечественной войне» и 75-летию «Атомной промышленности России». Итогом работы стал сборник писем фронтовиков времен Великой Отечественной войны «Письма победы атомных городов». Мы всегда будем помнить подвиг наших солдат, солдат-освободителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в этом проекте, всем, кто откликнулся, и всем, благодаря кому у нас появился вот такой вот замечательный сборник письма атомных городов. Я хотела бы выразить благодарность концерну «Лосэнергоатом» и «Смоленской атомной станции». Вот эта книга, это не первая, которую издали концерн «Смоленская война». Есть у нас книга, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны, деснокурцам. Есть у нас другие книги, которые издал концерн «Смоленская атомная». Это говорит о том, что небесразлична судьба и история наслажданчиков. Это говорит о том, что мы свято чтим память павших. Сборник включил в себя более 70 писем, 13 из которых – бережно хранимые реликвии десногорских семей. Каждому, чье письмо попало на странице издания, были вручены дипломы участника книжного проекта и сама книга. Сборник является интерактивным. Книга с дополненной реальностью не только познакомит читателей с биографией участников боевых действий и их письмами с фронта, но и с помощью специального мобильного приложения позволит перенестись в атомные города, увидеть их достопримечательности, памятники, мемориалы, а также прослушать краткую справку о каждом. Очень дорого, чтобы, когда уже не станет нас, а реликвия эта семейная перешла дальше к правнукам, праправнукам, и чтобы не только члены нашей семьи помнили об этих событиях и об этих людях, но и их друзья, товарищи, родственники. Это не должно забываться никогда. Это должно передаваться из поколения в поколение. В Десногорске усилены меры профилактики коронавируса. Об этом подробнее в интервью с главным государственным санитарным врачом по городу Десногорску Людмилой Касаткиной. О новых постановлениях и дополнительных мерах, которые должны снизить распространение коронавирусной инфекции, сообщила главный санитарный врач по Десногорску Людмила Касаткина. Уважаемые жители города Десногорска, указом губернатора Смоленской области введен режим повышенной готовности по всей области. 16 октября главный государственный санитарный врач Российской Федерации вынес постановление о дополнительных мерах по снижению риска распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Данное постановление распространяется на территории всей Российской Федерации. По территории города Десногорска мной 27 октября вынесено такое же постановление. Оно вступило в силу 28 октября и трактует следующее положение. Лицам, которые находятся на территории города Десногорска, необходимо соблюдать масочный режим для защиты органов дыхания, когда лица пребывают в местах массового пребывания людей. Я скажу, какие это места. Это общественный транспорт, это такси, это парковки, автобусные остановки, лифты, это предприятия торговли, медицинские учреждения, аптеки, учреждения, оказывающие услуги и все учреждения и организации нашего города. Второе. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и осуществляют услуги общественного питания, запрещается оказывать данные услуги в ночное время, а именно с 23.00 до 6 утра. И последнее. Всем организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям необходимо усилить проведение текущей дезинфекции на своих объектах. Данное постановление, естественно, будет находиться на контроле и находится на нем. Мы проводим совместно с работниками администрации и работниками полиции рейдовые проверки. И, соответственно, если будут нарушаться данные документы, выполнение данных документов, будут накладываться штрафные санкции как гражданам, так и юридическим лицам. Понятно, что в настоящее время нелегкое на это время, да, поэтому я обращаюсь к жителям. Найти понимание и терпение по данному вопросу и, соответственно, выполнять соблюдение масочного режима в настоящее время до особого распоряжения. В Десногорске продолжаются рейды по соблюдению санитарных мер торговыми объектами города. Очередное подобное мероприятие прошло 26 октября. Сотрудники администрации города и представители Роспотребнадзора посетили торговый центр «Галактика» и магазин «Ремонт дома». У нас работает сейчас комиссия по соблюдению, по проверке указа губернатора. Какие мероприятия вы проводите, как у вас проводится ли термометрия, обрабатываете поверхности, как происходит всё это у вас. Будь то торговый островок или сетевой магазин, санитарные меры уже стали привычной частью работы. Обработка рук, термометрия, маски, перчатки – это касается как сотрудников и продавцов, так и посетителей. При этом для удобства последних предметы личной гигиены можно получить прямо на месте. Надо мягко и непринужденно до людей доводить, что все средства защиты на данной территории у вас имеются, что у них доступ к ним имеется, что они без каких-то для себя дополнительных затрат могут их одеть. Важный аспект особых мер – санитарная обработка помещений. Это касается как отдельных арендаторов, так и администрации торгового центра. В обоих случаях пренебрежения к этой обязанности замечено не было. Такие рейды, которые с недавних пор стали регулярными, носят информационный, а не карательный характер. Ответственное отношение граждан к нововведениям станет значительным препятствием в распространении новой инфекции в Десногорске. Ожидаем, что люди будут с большей ответственностью относиться к соблюдению данных мероприятий и не допускать распространения коронавируса. Смоленская атомная станция в рамках реализации программы комплектования кадрами специализированного резерва для замещения ключевых должностей атомной станции приглашает на собеседование выпускников вузов 2020 года по специальностям направлениям Теплоэнергетика и теплотехника Электроэнергетика и электротехника Технологические машины и оборудование Информатика и вычислительная техника Прикладная информатика Электроника и наноэлектроника Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения Машиностроение Техносферная безопасность Промышленная экология и биотехнологии Управление в технических системах Электроника, радиотехника и системы связи Используйте свой шанс трудоустроиться на предприятии Росатома Предварительная запись на собеседование по телефону на экране Резюме направляете на электронную почту, указанную ниже На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС На сайте росэнергоатом.ру А также в официальной группе Смоленской АЭС В социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok